Церковная иерархия Отец Олег, хотелось спросить, если перед Богом все равны, то откуда взялась тогда церковная иерархия и что это такое? Действительно это так, потому что для Бога каждый человек имеет одинаковую ценность. Но Господь и дает каждому человеку одинаковую возможность для спасения своей души, для пребывания в Царстве Небесном. Но церковная иерархия это непонятие немножко другого, то есть у всех свое служение на этой земле, у каждого человека свое предназначение и то спасение, которое Господь дает, каждый совершает своим путем. И церковная иерархия, она взялась, что Господь из среды человечества выбирает особых людей, которые продолжают это дело, которое Господь Иисус Христос совершал здесь на земле. Проповедь Евангелия, проповедь Царства Божия, спасение людей. И вот церковная иерархия, являясь служителями Церкви Христу, основного Господом Иисусом Христом, как раз совершает это служение. А что обозначает само слово иерархия? Церковное понятие это означает священное началье, то есть те люди, которые как раз совершают служение Церкви Христовой. А как, когда и кем она была установлена? В жизни Церкви все установлено с Богом. И иерархия, это Бога установленный, так скажем, институт. Прообраз этого мы находим еще в Ветхом Завете, когда Господь через пророка Моисея давал повеления для священнослужителей ветхозаветных, то они были разделены на три степени. Это первосвященники, священники и левиты. Вот это и есть прообраз новозаветного священства. И Господь избрал из среды своих учеников апостолов, которые продолжат дело Христовое. И апостолы уже ставили епископов, священников, диаконов, которые выполняли служение Церкви. То есть у каждого было свое служение, свое предназначение. И вот мы именно свою церковную иерархию ведем от апостольского преемства. Епископы являются преемниками апостола, они имеют дар рукоположения, то есть они могут передавать дар священства последующему поколению. Поэтому непосредственно, как мы говорим, что епископы, степень епископская степень является именно как раз апостольским преемством, и мы называем их апостолами Христовыми. Вот они рукополагают священников, собор епископа рукополагает епископов, священников, диаконов. То есть здесь получается так, что благодать, которая в День Святой Троицы снизошла на апостолов, теперь через епископов передается священникам и нам верующим? Да, действительно это так. И когда, вот если вы видели, когда совершается епископская хератония, то возглавляют предстоятель, патриарх, митрополит или старший епископ. И вот все остальные епископы друг другу возлагают руки на плечо старшему епископу, тем самым символизируют это преемство, это благодать и апостольское даро Святого Духа, который преподается человеку. Читала о том, что церковная иерархия делится на три части, это так? Сама церковная иерархия ведет свое происхождение от апостолов Христовых, и поэтому состоит из трех степеней. И вот мы, это епископская степень, священническая и диаконская. А давайте более подробнее поговорим о степенях церковной иерархии. Кто для чего необходим? Епископы, я уже говорил, что это премники апостолов. У них полнота церковной власти, они имеют право совершать рукоположение в степени священства, они имеют право освящать интиминцы, на которых совершается божественная литургия, и освящать мир, на котором совершается притаянство крещения, таинство миропомазания. Вот то есть вся власть именно церковная, все дары священодействия, они есть у епископов. Священник — это вторая степень, которые по благословению епископа выполняют свое служение. Но самое главное — это совершение божественной литургии, совершение таинства крещения, проповедь Евангелия, непосредственно общение с народом Божиим, потому что именно на священии, как так скажем, лежит основная масса такой работы, работы с людьми, проповеди Слова Божия. И диаконская степень, она менее распространена, потому что диаконы помогают в служении священникам, епископам. И, как правило, в обычных приходах почти диаконов нет. Они в основном только в монастырях совершают свое служение, или при епископах, или в больших крупных храмах, соборах. А в обычных приходских храмах редко где встретишь диаконов. Поэтому в большинстве нашей обычной жизни мы с диаконами нечасто встречаемся. Вот это они помогают, их основная задача — помогать священнику, епископу при совершении богослужения. А кто такие пресвитеры? Пресвитеры — это есть вторая степень церковной иерархии, это священство. То есть просто несколько есть названий. Священник, иерей, то есть приносящий жертвы. Пресвитер как старец, то есть старейшина, которая возглавляет общину. Отец Олег, а как рукополагают священникам? Для того, чтобы рукоположить человека, ну, во-первых, он должен быть в христианской жизни. То есть человек должен пройти, ну, так скажем, такой искус. Как правило, в древней церкви священник, когда рукополагался человек о священнике, он избирался в достойность человека и числа общины. То есть его знали люди, знали его благочестивую жизнь. И если были какие-то нарекания к его, жизни к его постукам, то такого человека не выбирали на священство. Сейчас в современной жизни немножко поменялось. То есть человек, который хочет быть священником, да, он, ну, входит, посещает, допустим, храм, он оканчивает по благословению владыки духовную школу, семинарии, там, духовное училище или там, духовную академию. То есть таким образом за этот период проходит и обучение, проходит и испытание. И потом по благословению епископа над ним совершается священническая хиротония. Но дело в том, что не просто так она совершается. Сначала человек проходит все низшие степени. Вот мы с вами говорили о том, что есть церковная иерархия, но она делится на высшую нишу. Вот высшая степень – это епископ, священник, диакон. А ниша иерархии – это и подиакон, и чтец. Сейчас они в основном, как бы, эта степень, так скажем, имеет такое номинальное значение. Потому что, но человек перед тем, как стать священником, он проходит по священию во все эти степени. В чтеца, в подиакона, затем его рукополагает в диакона, и затем уже во священника, в иерия. Тот человек, который проходит уже служение в церкви, если человек отличается добродетелем, усердием в служении в церкви, он дальше получает какие-то священнические награды. То есть есть какие-то богослужебные, церковные награды, отличия, которые даются священнику за отличное служение. Скажите, а как по одежде, вот человеку, который только начинает свой путь к Богу, только начинает посещать первое богослужение, как ему по одежде, по облачению понять, кто перед ним – священник или тот же диакон? Одежда в степени иерархии различается. Прежде всего, богослужебная одежда, они особо у епископа свои одежды, у священника свои, у диакона свои. То есть тот, кто, по крайней мере, открыл закон Божий или видел фотографии, тот может отличить, чем они отличаются, своим покроем, своими принадлежностями. То есть уже по богослужению это сразу видно, что совершает. Что касается обычной жизни, то в небогослужебное время священнослужитель входит в подрясники, и сверху подрясника одевается ряса с длинными рукавами. Диакона не носит крестов на себе ни во время богослужения, ни после богослужения. Священники носят на себя крест на перстной. Есть разные кресты. Крест священнический, как наградной, золотой, так называемый, с украшением крест. Ну, это, как уже говорил, как церковная награда за какие-то заслуги, которые человек совершает. И епископ вместо креста носит по ноге. Это изображение иконы Божьей Матери. Вот таким образом человек, если посмотрит на то, что находится на груди у священнослужителя, или что не находится, может определить, кто перед ним. В какой степени иерархии этот человек. А вот как правильно обращаться к представителям разных степеней церковной иерархии? Епископ, как высшая степень церковной иерархии, который обладает полнотой власти, мы к ним обращаемся как владыка. То есть те люди, которые действительно имеют право, власть управлять церковью Христовой. И, ну, уже, соответственно, починно, кто перед нами, там, епископ или архиепископ, митрополит, да, или ваше преосвященство, или ваше высокопреосвященство. Ну, редко, конечно, в обычной жизни приходится простым людям, да и нам, священникам, сталкиваться с епископом. Но, опять же, к епископу обращаемся как владыка. К священнику мы обращаемся как отец. Или в народе принято, как называем, батюшка. То есть батюшка, ну, отец семейства. То есть как мы называем своих родителей, с таким ласкательным словом, вот так мы обращаемся к священнику, как батюшка, тот, который о тебе молится, тот, который переживает, который дает тебе духовное наставление. Ну, и обращаясь к низшей степени, к диакону, мы говорим тоже отец. В знак уважения того священного сана, того служения, которое несет этот человек. А у кого берется благословение? Очень часто, когда в обычной жизни мы обращаемся к священнослужителям, мы просим у них благословения. То есть, когда человек подходит, он складывает ладошки к небу, и благословение может преподавать священник, то есть все степени священства, и епископ, как имеющий полноту власти, то дьяконы, которые не являются совершителем таинства, они благословение не преподают. Так что, если перед вами человек, который не имеет креста, да, но он в священническом облачении, то это дьякон, и, соответственно, от благословения к нему подходить не надо, только к священнику или только к епископу. И к епископу мы всегда стараемся все подойти, получить его апостольское благословение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok